Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Как видите, у нас замечательный декабрьский день. В своем прошлом видео я оставила за кадром свои бытовые вопросы. Сегодня я восполняю пробел. От Малаги до Кордовы расстояние 160 километров и на скоростном поезде это занимает чуть больше часа. Билет туда-обратно обошелся мне в 43 евро. Номер в самом центре старого города у стен мечети Мескита стоит 50 евро. Из некоторых номеров вид на стену мечети. За эти деньги вы получаете очень оригинально оформленный отель, чистый номер с ванной, с телевизором, с интернетом, с удобной кроватью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтрак стоит отдельно 10 евро. Проходит в таком уютненьком патио. Это внутренний дворик здания. На завтрак был предложен шведский стол, и там было абсолютно все, что необходимо. Чай, кофе, нарезка, омлет, бекон, выпечка, фрукты, овощи. В общем, абсолютно все, что вы хотите. К сожалению, на завтраке я была в гордом одиночестве. Больше никого не было. По всей видимости, гостиница пустует вне сезон, тем более в понедельник утром. Однако это мне помешало, мне насладиться завтраком. И я там кофейничала. Час одновременно листая новости в интернете. Мне хотелось бы сходить в синагогу, которая была построена в 1315 году. Одна из старейших, сохранившихся синагог в Испании. Но, к сожалению, она в понедельник была закрыта, поэтому я туда не попала. Но зато я прошлась улочками старого города и, наконец, узнала, что представляют из себя карамельные яблоки. Я их и раньше видела и думала, неужели это такое яблоко из сахара. Потому что они продавались рядом с петушками из сахара, обычными этими леденцами. Но оказалось, что это обыкновенные натуральные яблоки. Просто их окунают в карамельный раствор. И получаются вот такие красивые рождественские яблоки. Так же делают и виноград в карамели. Вторая большая достопримечательность Кордовы – это крепость Алькасар. Крепость христианских королей. Она там стояла еще во времена древних римлян, поэтому этой крепости больше двух тысяч лет. И в 13-15 веках эта крепость служила резиденцией испанских католических королей. Я пошла в эту крепость. Дело было незадолго до закрытия крепости. И туда стояла очередь. Однако я купила, я не стала стоять в очереди, купила билет в автомате. И прошла довольная. Думала, что сейчас я быстренько крепость посмотрю и сады посмотрю. Но там в крепости сразу, как только я прошла тронный зал, я попала в пробку. Там стояла пробка из туристов, которые все хотели подняться на смотровые площадки крепости, смотровые башни. В общем, пришлось постоять. Но потом все-таки, слава богу, я спустилась в сады и посмотрела тоже эти сады. По нынешним меркам, конечно, и крепость небольшая, и сады небольшие. Но все равно я думаю, что там королевской семье было очень приятно гулять в прохладе фруктовых деревьев апельсиновых и кипарисов, фонтанов. Я тоже прошлась по всему саду туда-обратно, со всех сторон его посмотрела. И думаю, что если приеду весной, я там могу провести целый день. Еще это крепость примечательна тем, что там Кристофора Колумба принимала королевская чета после его открытия Америки в 1492 году. Тут я еще заметила такое совпадение, что как раз в год открытия Америки из Испании были изгнаны евреи, не принявшие христианство. Кристофора Колумба Кристофора Колумба Кристофора Колумба Кристофора Колумба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти улочки, арки, переходы, все очень красиво Я зашла в музей алхимии Но на самом деле меня не столько алхимия интересовала, сколько сам андалузийский дом Потому что этот музей сделан в доме Когда-то он был Абгтайным жилым домом И я с интересом обошла все закоулки Дома спустилась в подвал, поднялась на крышу Посмотрела внутренний дворик Все очень интересно Потом я набрела на один частный музей К сожалению, там нельзя было делать фотографии Но сам по себе музей интересный Там представлены работы современного испанского мастера, художника И он работает на коже Он на коже делает методом выбивки Где выпуклость, где впуклость, как делается чеканка по меди и металлу Так он работает по коже И он сочетает и золотые краски, и какие-то разноцветные краски, и серебряные И все это там очень изящно, филигранно У него есть и картины, и какие-то там типа орнаментов сделанные И лежали книжные закладки Они стоили там 8 евро Ну, как лежит книжная закладка, очень красивая Но так как книг я не читаю в обычном бумажном виде Они у меня теперь все в электронном виде Поэтому я не могла придумать никакого применения этой закладки Если бы это был браслет на руку, я бы купила А так не нашлось применения Но сам по себе интересный музей Я с удовольствием тоже его посмотрела Ну, на этом, пожалуй, все, что я вам хотела рассказать о Кордове На этом я с вами прощаюсь Спасибо за внимание И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok